Друзья, у меня великая радость, наконец-то, спустя много лет на Ворошиловском Красноармейской, на двух центральных улицах делают пандусы. Сразу 8 пандусов на всех переходах. Видите, ребята работают, ребята работают хорошо. Они привезли даже новую плитку, как я вижу, старую плитку сложили. Вот, здесь работают другие. Здесь уже уложили, видите, она немножко по цвету отличается, она поновее. Плиточка. Здесь уже уложили бордюрные камни, забетонировали. И вообще на всех углах. И уже окончательная укладка плитки идет. Посмотрите, какая красота. Просто красота. Вы даже не представляете, сколько здесь ломалось всяких колес. Я имею в виду самокаты, велосипеды. Я с Денисом Лосевым, инвалидом, колясочником здесь ходил, видеоролик снимал. Вот именно на этом пандусе потребовалась даже моя помощь. То есть ему надо было подняться. Это очень-очень-очень важно для всего города, этот один перекресток. Представляете, как медленно у нас все делается. То есть если администрация по 200 пандусов в год делает, то сколько таких перекрестков надо сделать по 8 пандусов? И это еще не считая выходов со дворов. То есть со дворов еще надо много выездов сделать. Там обычно самые высокие, самые запредельные просто пандусы. Даже не пандусы, е-мое, просто бордюры. Застройщики, когда новые дома сдают, они вообще не заботятся о людях, кто должен ходить. Вот. И для того, чтобы показать красоту еще, я пойду на Горького Соколова здесь рядом. И там уже сделали все 8 пандусов. А еще надо показать вам звуковое устройство. Оно здесь чирикает и говорит. И оно говорит, что можно идти для слабовидящих и слепых. То есть это новое устройство, вот динамик. Его здесь поставили, но как бы мне никогда не нравилось вот это песчание, вот которое громкое, которое на всю улицу. Особенно, знаете, в вечернее время или утреннее. Для людей, которые живут в соседних домах или работают. В общем, сейчас просто шум машин заглушает. Но когда просто динамик пи-пи-пи говорит, чтобы ты мог идти, и это, конечно, жутко раздражает. А здесь он говорит голосом. Сейчас услышите. Переход Красноармейской улицы разрешен. Переход Красноармейской улицы разрешен, говорит. Знаете, ну это, конечно, классно, вот, что он словами говорит. Это просто, ну, поймите, вот люди слепые, они по городу без сопровождения не ходят, как правило. Ну, есть собаки-поводыри там, ну, которые знают, как ходить на светофор. Но, но все равно, знаете, я, я не очень хорошо это себе представляю, как слепому в городе можно перемещаться, особенно через такие большие улицы. Вот, но большинство людей не слепые, они слабовидящие. И слабовидящим, конечно, надо делать, как бы подсказывать, да, но... То есть мы, когда делаем доступную среду, мы должны понимать, что люди будут ей пользоваться. Вот эти пищалки на светофорах, это вообще ужас какой-то, где надо на звук идти. А голос, который говорит, через какую улицу идти, намного более понятен, да? Вот. А пандус, он вообще всем нужен, то есть всем, кто передвигается на колесах, мамочкам с колясками, велосипедистам, самокатчикам, инвалидам, прежде всего, колясочникам. Вот. Вот оно. Смотрите. Это, ну, тут плитку старую, наверное, положили. Или новую, я не вижу, не очень понятно. Ну, я видел, что они тут привозили новую, заменяли. Так. Здесь плитка, ну, такая же, как и была. Они немножко подрезали. А вот тут, на этом углу... Плитка новая. Это вот великая радость для меня, что наконец-то доделывают горького по одному перекрестку в день. Ну, это... Ой, в год, я извиняюсь. По одному перекрестку в год делают пандусы. Ну, это вообще как бы смешно, очень смешно. Вот. Особенно... Я помню, сколько там в обращении было написано. Сделано через коляску. Да, приложили еще. Вот. Вот она. Видите? То есть, заменили плитку. Вот здесь она серенькая. Вот. Может быть, просто старую плитку перевернули, но вряд ли. Скорее всего, тут просто была новая. И все. И можно ходить теперь. Два перекрестка. Какая прелесть. Да, и еще на Чехово-Пушкинской сделали парочку. Там уже было сделано, но они сделали еще дополнительные. Продолжение следует...